друзья друзья всем привет кто посмотрит этот эфир в записи я вас от всей души приветствую и вы на нашем канале антона леона уртаева и сегодня у нас будет потрясающе просто потрясающий прямой эфир с топ-лидером компании фаберлик с мега классным душевным потрясающим интересным человеком это бриллиантовый директор компании руслан сейтумер мы пообщаемся мы поговорим и зададим друг другу интересные вопросы вот и скорее всего узнаем интересные ответы так я отправил запрос руслану ожидания отлично руслан дорогой добрый радостный день как нас слышно видно все ли хорошо я думаю все хорошо великолепно должен быть просто как настроение то настроение шикарное как как никогда у вас все от замечательная надпись сзади трансформация интеллекта проект расскажите что это такое так точно трансформация интеллекта это наш проект такой интересный которым мы трансформируем мышление от которого меняется судьба человека это вот именно об этом я хотел сегодня с вами поговорить и можно я задам несколько вопросов у меня тут на листике написано вот так как вы являетесь предпринимателем да довольно таки успешным сетевым бизнесменом и как я уже знаю человек который открыл традиционный бизнес больше в той копейке кофейни который мы пили был очень очень вкусно которым вы нас угощали вот я знаю вроде как уже еще одна кофейня открылась да расширяемся вот и я о том же говорю я хочу задать вопрос как вы думаете в чем же главный секрет в чем главный критерий успешности вот человек приходит в сетевой бизнес что нужно ему сделать чтобы стать таким же успешным как и вы благодарю хороший вопрос я думаю что многие об этом задаются и многие же думают что мы сразу такими стали но первое что необходимо это настоящим человеком и обязательно всегда быть позитивным в любой ситуации это дает мое кредо такое и скажу что я тоже пришел сюда сразу с таким не стал успешным потому что я всегда говорю кто находится высоких топовых рангах на высоких уровнях карьерной лестнице они не с неба туда упали и туда тоже пришли были какие-то тоже трудности такие же как и встречаются каждому нашему партнеру нашему коллеги нашим таким же сетевикам даже в любой компании и я скажу что просто во-первых не все выдерживают трудности но знаете я вам скажу я же и в наемном труде работал и на государственной работе был я делал бизнес везде и я знаю что везде нужно работать везде есть перспективы разные оплата труда разная и очень важно здесь меняться качественно менять мышление образ мышления очень мощно на это действует сейчас вот когда уже опыт большой и у вас уже наверное тоже да люди которые он приходит я даже сразу видно я вижу что я у человека необходимо поработать с мышлением когда у человека есть мышление нищие и когда у человека есть мышление богатого масштабы разные и в доходах даже в элементарных пополнения холодильника да да конечно и поэтому я скажу извините первая книга которую аленка прочитала я начитала ее мне вслух это была книга алена напиши что за книгу ты читал в общем книга связано пришла поддержать нас молодец подсознание может все джон кеха вот и там тоже там промышление очень много это очень важно без этого рекомендую читать настольная книга и всегда что-то новое сто раз прочитайте сто раз нового узнать это сознание россии и еще что-то новое помещает да да так это очень моя первая книга была дума и богатей наполеону хилла потрясающая книга тоже рекомендую абсолютно всем вещь вообще у меня я думаю у вас уже собрана целая библиотека где есть книги обязательные прочтению просто вот я не знаю как вы но я сталкиваюсь с тем что приходят люди сетевой бизнес и естественно они хотят все и сразу и прямо чтобы завтра лучше еще вчера начать зарабатывать там максимальные квалификации а когда говоришь человеку нужно развиваться нужно учиться нужно обучаться нужно как минимум вот вот библиотека есть там 15-20 книг вот просто прочитай это для того чтобы начать мышление менять некоторые начинают прислушиваться а некоторые не слышат к сожалению не знаю почему но библиотека есть и вы знаете просто не сильно возможно да да согласен нету всепоглощающего желания когда есть все поглощающее желание человек обязательно будет искать информацию будет искать книги диски мы знаете мы все мы жадность была на информацию сейчас слава богу есть такой открытый доступ столько всего есть наоборот сейчас даже мне кажется перенасыщен рынок да 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 сейчас прям с информацией проблемы стартануть нужно стартануть можно буквально с одной-двух книжечек это 10 уроков на салфетках это просто азбука я считаю азбука это подсознание это дума и богатей и обязательно почитайте рэнди гейджа многоуровневую денежную машину да шикарная книга тоже отлично все все эти книги есть у нас в библиотеке и и вот те кто мышление меняют есть же люди кто в разных квадрантах находятся сразу себе я и все будет понятно кто где находится на каком уровне в данный период жизни и самое главное а зависит от принятия решения если человек устраивает также же такая же жизнь которая была значит он будет также продолжать если он хочет перейти в четвертый квадрат значит он будет все делать для этого работать над собой менять мышление расширять сознание и все будет отлично это сто процентов и вот девушка нам написала чтение улучшает память память не только память а еще и создаются в мозгу новые нейронные связи вы просто становитесь умнее даже если там ну так получилось что вы прожили свою жизнь и ну не добились каких-то результатов там бизнесе в работе или где то есть у нас случае даже вот у леночки малышенко есть золотой директор девушка которая работала на обычной почте почтальона просто без образования но человек захотел у нее появилось жгучее желание как вы говорите и она начала вот жадно хватать информацию сейчас она золотой директор выращивает под собой директоров все возможно абсолютно все возможно в нашем мире главное от лены есть есть подарок когда я приезжал к вам в таганроге проводил закрытый тренинг у меня от лены есть подарок владимира долгана книга счастье классно до коня тоже читали долган молодец свое время создал хорошую компанию в которой огромное количество лидеров было вот у меня еще один вопрос вот многие люди ну скажем так не многие некоторые люди новички опять же мне задают вопрос да и когда приходят в наш бизнес они говорят что допустим мужчинам здесь проще строить бизнес как вы думаете мужчинам или женщинам проще строить здесь мужчинам вообще классно здесь строить бизнес потому что 50 процентов успеха есть только от того что мы мужчины это мы приходим вообще сюда делать бизнес по-другому мы приходим сюда не за косметикой не за туши не за помада мы приходим увеличить доход поменять судьбу помочь людям другим поменять свою судьбу конечно чтобы наши близкие тоже жили достатке знаете чтобы это просто получалось очень волшебно вот мы можем это делать вообще мужчина же всегда добытчик да это издревле считалось и и девушки наши конечно простят я думаю нас но у нас мышление немножко гораздо другое мы немножко по-другому мыслим да нам нужны сразу деньги сразу много но я хочу сказать что мужчинам здесь можно даже просто выйти и без презентации будут все регистрироваться это будет очень круто и не я вам скажу что мужчин слушают девушки больше чем своих девушек если я скажу что вот эта помада вам лучше подходит а вот этот парфюм великолепен они послушают меня если скажет ее подруга она ее не послушать это тоже плюс вот будет будет чем аргументировать людям потому что а еще плюс какой что в окружении кто-то написал цветник в окружении красивых девушек еще нам за это компания платит деньги да 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 девушка пишет вопрос как себе заполучить мужчин структуру интересно как мужчин приглашать между нами мальчиками и девочками первое вам необходимо поставить большую цель это даже не золотого это не рубиного директора минимум программа бриллиант когда вы ставите большую цель вам придут обязательно настоящий мужчин и я вам скажу чтобы вы в этот момент даже когда вы приглашаете мужчин чтобы вы себя ощущали девочками чтобы вы ему подошли и сказали ты знаешь помоги мне пожалуйста стать бриллиантом директором я очень тебя прошу как мужчину я вам скажу что никакой мужчина вам не откажет не устоит ну да любой мужчина он по факту защитник и если его попросить хорошо сразу скажу нельзя с мужчиной вот если вы девушка нельзя с мужчиной как по моему мнению разговаривается со стороны как будто вы начальник он подчинен ни в коем случае потому что вы его сразу потеряли просто это не стоит делать лучше заполучить его как друга как бизнес партнера и постепенно постепенно скажем так научить все премудрости нашего замечательного бизнеса а там он сам разберется главное чтобы он увидел здесь деньги вот как это было со мной вы знаете нужно показать всех успешных мужчин нашей компании и есть очень много мужчин которые добились здесь успеха и когда мы встречаемся на больших мероприятиях на золотых конференциях в других странах когда со всего мира мы съезжаемся вы знаете это чувствуется такая мощь такая энергетика совсем другая когда мы были в Доминикане я говорю мужчина всех давайте соберем на общую фотографию помните в Ростове когда я проводил тренинг это шикарно я вчера как раз пересматривал эти фотографии из Ростова что происходит всегда это кстати была та конференция та конференция Руслан где я понял насколько этот бизнес серьезен спасибо вам огромное за это потому что посмотрев на вас посмотрев на то какой вы уже тогда был успешный человек я понял что я хочу точно так же вы еще лучше станете это я вам точно говорю спасибо вам потому что вам до 157 лет еще сколько можно сделать представляете главное чтобы компания у нас дожила до 157 я думаю что она будет развиваться еще мощнее и мощнее да кстати вот вопрос в тему компании раз уж мы начали и заговорили как вы думаете выбор компании вот вообще в принципе есть ли большая разница вот вы строите бизнес в Фаберлик и успешно вас абсолютно все устраивает вам все нравится продукт, маркетинг, люди, отношения ну вообще в принципе влияет ли выбор скажем так вас как человека вот вы выбрали Фаберлик Фаберлик вас или возможно где-то в другой компании вы бы могли там других уровней достичь или наоборот могли не достичь как вы считаете компания вообще важна в выборе? очень важно компания это это сила это очень важно знаете вот еще раз повторюсь и всем порекомендую обязательно почитать рэнди гейджа многоуровневая денежная машина как правильно выбрать сетевую компанию и наша компания по всем критериям она проходит очень важно посмотреть входит ли компания в ассоциацию прямых продаж это большой значимый факт очень важно смотреть кто у истоков компании кто основатели кто эти люди насколько они надежны насколько они понимаете они перспективны насколько они думают о людях не только о себе а сколько они больше всего думают о людях это очень важно очень важно какой продукт компания предлагает насколько вы бы им пользовались повседневного спроса чтобы он был не так чтобы например есть компании которые предлагают скажем технику или предлагают что-то такое которое через 3 года только можно пользоваться оно хватает на 3 года или на всю жизнь например телевизоры продают скажем Каждый месяц его не купишь Телевизор А наша продукция Она имеет волшебное свойство заканчиваться И никого не нужно заставлять Покупать Повседневного спроса продукцию Чтобы быть красивее Здоровее И однозначно богаче Это очень важно Очень важно смотреть Нет ли вступительного взноса в компании Это тоже важно Потому что очень многие сейчас Которые пишут С элементами сетевого маркетинга А на самом деле по факту Это пирамида И люди очень многие Да Очень многие люди может и хотели бы Прийти в сетевой бизнес И когда у них есть вот такой еще Негативный опыт Когда они попадают в пирамиду Когда обещают золотые горы Когда знаете Говорят мы все вам сделаем И знаете я вот даже наблюдая За новыми молодыми компаниями Как они все идут Нога в ногу По всем шаблонам На те же грабли наступают И я просто наблюдаю Как они все Заканчивают свою деятельность И все говорят Вы будете первыми У нас новая компания Я всегда говорю Что в нашем бизнесе Не надо быть первым Надо стать лучше И нет разницы Через 20 лет пришли вы Или вы только что пришли Понимаете Это 100% Это очень-очень важно Я всем просто рекомендую Прям запишите Многоуровневая денежная машина Рэнди Гейдж Глава 3 Как правильно выбрать Сетевую компанию И вы посмотрите И обязательно смотрите Ассоциацию прямых продаж Это в открытом доступе Зайдите в интернете И посмотрите Наша компания Там есть Это Это я просто Доволен этим Честное слово Были трудности Согласен Есть они в любой компании Но есть компании такие Вот я вам открыто могу сказать Да Я не называю никогда Не хаю компании Но я знаю Что мне жалко людей Которые тратят свое время И жизнь на это Они идут туда Им говорят Что вы будете первые Что вы будете Вообще Эту компанию еще не знают Зачем нужно ждать Еще 20 лет Я говорю Чтобы раскрутить этот бренд Когда есть уже раскрученный бренд Правда же Например У нас же нету Запасной жизни Чтобы еще 20 лет Дальше продолжать Это скрученный бренд Это очень Такой интересный момент Не нужно Знаете Заманухи делают Очень интересные заманухи Которые обещают Компании А потом Когда люди сделают И им говорят Вы извините Мы не рассчитали Не думали Что сколько будет всего Мы вам не выпадим А людям Что делать Получается Негативный опыт А потом Когда мы их приглашаем К себе Они говорят Нет Извините Мы уже Там были Это важно В какой компании И еще С кем вы делаете Этот бизнес С настоящими людьми С настоящими людьми С наставниками Да Наставник тоже Это Как я понял Это очень важная вещь В бизнесе Потому что Даже если Компанию не видят Возможности не видят Видят вас Правда же Нас Нас Видят Потом уже Все возможности Бизнеса Открываются Это 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 100% Так Может у вас есть Какие вопросы У меня тут еще один Есть вопрос Интересный Но я его оставлю Наконец Вы его на десерт На вишенку На дотике Оставляете Да Да Ясненько Я просто Я благодарен За вопросики Что хотите спросить Скажите Не Я могу рассказать Свой опыт Вот Небольшой Свой опыт У вас этот опыт Есть И Не будем Называть Компанию Не будем Говорить Но я знаю Что вы Через это Прошли Да Танцевали На всех Гроблях Вот Антон Смотрите Вот У вас есть Опыт И Какой вы Сделали Вывод И Почему Вы Вернулись Что Произошло Что Вас Сподвигло Может Кто-то Вас Сподвиг Самое Самое Главное Смотрите Что я Понял На рынке Вот Мы Занимаемся Сетевым Не так Давно Всего Лишь Три Года С тех Пор Да Как Мы Вообще Узнали Про сетевое Как Я узнал Про сетевое Начал Конкретно Им Заниматься И Что Понял За это Время Что Появляется Всегда Появляются Либо Компании Либо Проекты Либо Какие-то Места Где Как Многим Кажется Как Нам Казалось Возможно Трава Зеленее Потому Что Оглядываясь На ситуацию Которая Произошла Я могу Сказать Почему Да Были Какие-то Сложности Были Вопросы Были Проблемы Но Самое Главное Что Допустим Вот Нам Казалось Что Очень Важно Иметь Какую-то Систему Ну Не То Что Систему Работная Система Которая Сможет Там Сама Себа Развивать Но Я Хочу Сказать Что Система Вообще Не Главная Вот Неважно Какая Компания Да Вот У нас Компании Даже Когда Нас Не Было Здесь Но Мы Продолжали Пользоваться Продуктом Понимаете Мы Продолжали Пользоваться Продукцией Фаберлик Наши мамы Заказывали Стиральные Порошки Мы Заказывали Порошки Потому что Там Где мы Были Там Такого Не Было Да Там Была Система Там Было Другой Продукт Но Там Не Было Того Что Здесь Есть Не Было Такого Огромного Ассортимента Не Было Таких Хороших Цен Потому Потому что Вообще Не Составляет Никакой Сложности Сделать Личный Объем Ты Показываешь Каталог Друзьям Знакомым Все У тебя Заказы Собраны Ты Вообще Не Думаешь Это Легко Это Легко Потому что Хорошая Цена Большой Ассортимент И Постоянные Новинки Рынок Развивается Люди Хотят Экономить Люди Хотят Еще Кто-то И Зарабатывать И Мы Для Себя Понял Я Для Себя Понял Что Вот Тот Продукт За Который Мне Даже Не Будут Платить Но Я Буду Пользоваться Ведь Есть И Другие Люди Которые Тоже Продолжают Им Пользоваться Даже Тогда Когда За Это Не Платят Понимаете И Я Понял Что Система Не Главная Маркетинг Не Главная Главная Это Сама Сама Компания Это У Руководства Компании И Продукт Компании Те Идеи Которые Она Продвигает На Рынок Понимаете Либо Она Продвигает Идеи На Рынок Давайте Быстрее Все К нам Вы Будете Первыми Вы Сейчас Заработаете Там Станете Самыми Лучшими Вот Или Просто Вы Приходите И Вы Можете Вырасти С Кого Угодно И Не Важно Сколько Лет 20 лет Компании Прошло И Вот Что Я Для Себя Понял Я Для Себя Понял Что Здесь Нам Нравится Продукт Нам Нравится Маркетинг И Нам Нравится Руководство Потому Что Я Вижу Что Компания Развивается Я Вижу Что Вводят Новые Продукты Мы Очень Ждем Функциональное Питание Мы Очень Ждем Батончики Мы Очень Ждем Потому Что Это Для Нас По сути Новый Рынок Огромный Новый Рынок Рынок Здоровья И Фаберлик Стал Тем Местом Где В принципе Уже Можно Большинство Продуктов Я могу Сейчас Показать У нас На кухне У нас Все Это Фаберлик Не Фаберлик Только То Чего У нас Еще Нет Но Как Алексей Нечаев Президент Сказал Что Рано Или Поздно Будет Все Он Хочет Чтобы Люди Все Здесь Экватной Цене И При Этом Строить На Это Бизнес Понимаете Вот Что Я Понял Я Понял Что Если Я Пользуюсь И Мне За Это Не Платят Значит И Другие Будут Делать То Ручки Про Нашу Одежду Он У Нас Заказ Стоит Я Жилетка Моя Там Шикарная Кстати Вот Рубашка Фаберлик Я С удовольствием Ношу Понимаете Продукт На первом месте Стоит Продукт Вот Это Вот Что Я Понял Я Понял Что Как Бы Вы Не Хотели Но Гораздо Лучше Гораздо Проще Пришли Вы В Компанию Добивайтесь Здесь До Ходите На Тренинги Нужно Не Стоять На Месте Но Если Что-то Не Получается Значит Надо Делать Что-то То Чего Вы Раньше Просто Не Делали Но Ходить Там Куда Искать Какие То Варианты Там Плюс 3% В Маркетинге Там Еще Какая Небудь Ерунда Это Все Настолько Я Понял Глупо Что Я Да Мы Совершили Ошибку Мы На Смотрите Вы Ходите Допустим Есть у вас Любимые Кроссовки Есть же Кроссовки Какие-то Любимые Которые Ну Просто Удобные Мягкие Вы Можете Их Одеть И Спокойно Идти Гулять Очень Удобно Вот И тут Вы Прочли Мимо Магазина И там Или рекламу Увидели В телевизоре Потрясающие Там Шикарные Итальянские Туфли Какие-то Дорогие Очень Красиво Выглядящие Ваш Размер Вы Купили Вы Ходили Но Вам Некомфортно Вы Их Носите Вам Некомфортно Вам Там Жмет Там Давит Там Пальцы Протирает Там Каждый Вечер Носки В труху Понимаете Некомфортно И вот У вас Есть два Варианта Либо Вы Эти Туфли Выкидываете Куда-то Сдаете Либо Продолжаете В этом Дискомфорте Находиться Ну В надежде На то Что Возможно Когда-то Притрется У вас Нога К этим Туфлям Или Туфли Кнакин Понимаете Бизнес Должен Быть Комфортным Вот Реально Вы Должны Не Просто Кайфовать Вы Должны Получать Удовольствие От Того Что Вы Делаете Комфорт От Продукта Комфорт От Модели Комфорт От Таких Да 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 Прием Как Слышно Все Все Как я понял Мне Должно Быть Комфортно Чтобы Шло Развитие И Чтобы Был Какой-то Рост Когда Мне Будет Комфортно Будет Комфортно Моим Людям Понимаете А Идти Через Себя Даже Если Там Больше Платят Но Это Вообще Ничего Это Просто Ну Это Тупиковая Вет Развитие Вам Придется Переступать Через Себя Вам Придется Себя Ломать И Либо Вы сломаетесь И станете Совсем Другим Человеком Будете Подстраиваться Под кого-то Либо Вы будете Тем Кем Вы Есть И Сделайте То Что Не знаю Вы хотите Но Именно В компании Фаберлик Мы Огромная Благодарность Нашему Руководству Когда я Общался Уже С лета Можно Сказать У нас Эта Мысль Витала Я Неоднократно Алене Ее Высказывал Что Есть Такие Вот Ситуации Иронии Валентиновне И нашей Наставницы Леночки Малышенко Все-таки Это произошло И мы Очень рады Мы Сейчас Я чувствую Себя Абсолютно Комфортно Вот Просто И Короче Мне нравится Домашний Домашний Бизнес Вернулся Домой Да Домашний Бизнес Он Он Живой Жив Как никогда И это Очень классно Вот Потому что Мы Любим Продукцию Мы Пользуемся Минимум Вот у нас Заказ Я его Только Привез На 103 балла По-моему Это только Первый день Вчера Алена Сделала Заказ Первый день Каталога Понимаете Мы Пользуемся Ей Родственники Пользуются Знакомые Друзья И Я не знаю Ну Как можно Ей не пользоваться Когда она такая Хорошая Так Люди Тем более Антон Это все Покупают Где-то В любом Случай На это Будем Отрашивать Деньги Это продукция Повседневного Спроса Люди Все равно За это Заплатят Только Единственный момент По поводу Качества Которое Они там Приобретут По поводу Ценовой Политики Многие же Думают У всех Стереотип Сидит Что у нас Цены Высокие На самом деле У нас Очень доступный Центр Очень доступный Центр А если Еще кто Начинает Делать Рекомендацию Своим Друзьям И чтобы Их Активировать Свою же Команду Тогда Еще Выгоднее Это Конечно Это Вообще У нас Различные Программы Бонусные Скидки Акции Постоянно Компания Что-то Придумывает Вот Сейчас Новая Акция Кстати Мы скоро Получим Пылесос За Ну как Випы За 100 Вы же Тоже Получите 100% Вот И Это Новая Акция Супер Мега Варка Вот Это Вот Тоже Очень Очень Интересно Что Это Будет Конечно И Пылесос И Мультиповара Получим Все Надо Все Получать Ну Тем Более Вот Я Понял Что Должно Быть Это Даже Не Мультиварка Это Мультиповар Вообще Да Я Смотрел Вчера Видео В нашем Бизнесе Девушки Что Делают Да Это Это Очень Классно Я Просто Про То Что Огромное Количество И Для Клиентов И Для Консультантов Для Менеджеров Огромное Количество Различных Программ Алло Алло Я Не Пропал Руслан Вы Знаете Почему Люди Еще До Сих Пор Не С Нами В Бизнесе Потому На самом Деле Они Не Знают Что Это Такое На самом Деле Они Не Понимают Не Осознают Вот Сколько Людей Которые Приходят С Они Только На 9 Процентном Уровне Начинают Въезжать В Этот Бизнес Я Я Понял Что Надо Приглашать Людей Строить Руку Все Будет Потрясающе Это 100% Есть Какие вопросы Задавайте Я Друзья Задавайте Вопросы Я Девушка Писала Вопрос Почему Люди Которые Незнакомые Больше Слушают Чем Родственники И Друзья Вот У меня Есть Как бы Ответ На этот Вопрос Ну Как Я Думаю Говорите Вот Она Как Раз Я Просто Смотрите Как Как Я Понимаю У нас Была Точно Такая Ситуация Наши Родственники И Родители Первые Вот Год Полтора Они Вообще Нас Бизнес Серьезно Не Воспринимали Они Думали Что Это Какая Это Ерунда Кто То Говорил Даже Что Это Пирамида Ну Это Вообще Смешно Но Просто Спорить Здесь Абсолютно Бессмысленно И Незачем Наши Родственники Это Наши Тренажеры Понимаете Вот Как По Мне Так Как Мы Поступили В этой Ситуации Мы Просто Сказали Родителям Родителям Вот Смотрите Мы Для Себя Видим Здесь Возможно Либо Это Муж Либо Это Жена Неважно Кто Либо Это Ваши Мамы Папы Мы Видим Здесь Для Себя Возможности Реализовать Себя Как Предприниматели Реализовать Себя Как Лидеры И Построить Именно Дело И Помогать Другим Людям Делать То же Самое Обучаться Работать Зарабатывать Вот И Если Для Вас Это Несерьезно Если Для Это Пока Что Не Бизнес Просто Но Хотя Вы Не Мешайте Просто Вы Можете Помогать Я Вам Могу Подсказать Хотя Вы Пользуйтесь Продукцией Ну И Какая Разница Правильно Как Вы Сказали Куда Вы Отнесете Деньги Либо Отнесете Какому Дяде В Магазин И Сделайте Его Богаче Либо Вы Просто Отнесете В Мой Собственный Интернет Магазин Мы Так По Себестоимости По Нашей Цене Зачем Нам На Родителях На Сестрах Зарабатывать Правильно Есть Клиенты Если Хотите Им Отдавайте Как Надо А Вот Родственникам Мы Отдаем По Своей Цене И Все Они Нам Помогают Во-первых Делать Личный Объем Они Попробовав Нашу Продукцию Мы Долго Людей Приучали Не Ходить В Обычный Магазин Они Мама Она Долго Не Хотела А Стирали Мы Вонючим Из Магазина Дешевым Понимаете Потом Распробовала Сама Заказывает Мыло Для Кухни Заказывает Порошки Заказывает Сейчас У Сестры Маленький Ребенок Они Теперь Средства Вот Эти Детские Заказывают Всякие Тоже Присыпки Там Моющие Понимаете Это Приходит Со Временем Вот У Нас Пришлось Серьезное Дело Как Наш Серьезный Бизнес И Чтобы Они Распробовали Продукт Просто Не Надо Их Доставать Не Надо Им Навязывать Это Если Они Не Хотят Ни В коем Случай Не Пихайте Каталог Не Говорите Посмотри Посмотри Здесь Все Классно Вы Можете Там Как Это Мы Делали Мы Прикармливали По Чуть Чуть Пробничек Того Пробничек Того Кремушек Подарили Моющее Подарили Ну Сказали У нас Лишнее Вот Тебе Все Просто Подарками Подарками Вы можете Присаживаться На продукт Вот У нас Произошло Это Именно Вот так И Через Время Родители Поняли И Теперь Даже Я Больше Скажу Теперь Моя Мама Она Работает До сих Детским Врачом И Мама Аленки Она Работает На Заводе Они Теперь Носят Каталог На Работу И У Них Уже Оттуда Заказы Понимаете Настолько Им Нравится Я Всегда Говорю Да Да Сто Процентов Просто Они Переживают Что Вы Куда То Не Вляпались Что Вас Не Обманули Это Нормальная Ситуация Как Близких Людей А Вы Можете Им Делать Подарки Вы Можете Им Рассказать Что Вот Я Купила Два Порошка Третий Мне Подарок Я Тебе Его Подарю Допустим Или Ж Я Всегда Тоже Говорю Что Мы Проходим Три Этапа Вот Я Сейчас Тоже Читал Что Кто-то Посмеивается Что Вы Директор Ой Директор Называет Да У нас Нужно Пройти В Бизнесе Три Этапа Сначала Над Нами Смеются Когда ГТО Например Мне Говорили Руслан Нашел Чем Заняться Ерундой Какой-то Женским Бизнесом Помадками Тушами И Смеются Я Себе И им Говорю Ничего Страшного Я Все равно Стану Директор Проходит Месяц Но я Не могу За месяц Быстренько Все это Набрать Всему Своё Время Правда Ж Потом Они Начинают Издеваться Ну Что Директор Стал Директором Я Себе Уже Я Все равно Стану Это Как Антон Говорит Тренажеры Мы Все равно Это Сделаем Мы Прорвем Этот Момент И Когда Третий Этап Когда Вы Становитесь Директором Как Меня Вот Тогда Приходит Этап Когда Вас Начинают Уважать Потом К вам Подходят И Говорят Как Хорошо Что Ты Меня Не Послушал Какая Ты Молодец Но На Какой Ты Еще Работе Столько Получала Но На Какой Еще Работе Тебя Отправляли Гулять Отдыхать Столько Признания Получила Бы Только Через 40 лет Когда Вы Отправляли На Пенсию А Тут Каждый Каталож Каждой Три Недели Столько Признания Так Это Еще Подкрепляется Финансами И Когда Начинает В Доме Все Меняться Ремонт Техника Автомобили Покупаются Подарки Уже Знаете Даже Возможность Делать Подарки Она Становится Совсем Другая И Не Будет Момент Чтобы Подарить Что-нибудь Ненужное Передарить Что-нибудь То, Что Подарили Вам Вы Будете Дарить Такие Подарки Которые Дарят Эмоции И На Всю Жизнь Заполнятся И Вы Не Будете Смотреть На Ценники И Когда Вы Будете Приходить В Супермаркеты И В Магазине Вы Не Будете Смотреть На Ценники Вы Будете Со Своими Детьми Со Своими Близкими Родителями Идти По Этому Магазин И Не Считать Хватит У Вас Денег Или Не Хватит Вы Просто Накидаете Это Все На Кассе Рассчитаете И Потом Посмотрите На Глаза Своих Близких Когда Вы Подарите Им Эти Эмоции Я Думаю Тогда Точно Вам Скажут Какой Ты Молодец Что Ты Нас Не Послушал Это Да Это Факт Это Эх Эти Эмоции Потом Ни с чем Не сравнить Я думаю Да Я Вот Как я считаю Многим Людям Просто Не Всегда Хватает Терпения Вот Чего бы Я Еще Порекомендовал Девушкам Парням Которые Приходят В сетевой В наш Бизнес В компанию Фаберлик В особенности Чтобы Немного Больше Терпения Запаслись Терпением Не Все Сразу Не Все Быстро Стоится И Иногда Приходится Ну Даже Если Взять Вот Я Всегда Привожу Пример У меня Мама Врач Детский Врач Она Для того Чтобы Начать Лечить Детей Училась В саратовском Институте Шесть Лет Шесть Лет Чтобы Ее К Детям Только Допустили А я Уже Молчу Про Хирургов Еще Про Кого То Человек Шесть Лет Учился Чтобы Лечить Людей Детей И Человек Приходя В сетевой Бизнес Не Получив За каталог За полгода Каких Результатов Зачастую Можно Просто Сдастся Я Всегда Всем Говорю Друзья Я Только Через Три Года Я Только Через Три Года Понял Как Этот Бизнес Делать Вот Серьезно Только Через Три Года В сетевом Потому Что Первый Год У вас Вот У вас Голова Очарована И вам Просто Все Нравится Второй Год У вас Все Устаканится Стабильно И вы Начнете Понимать Что-то А Через Три Года Вы Начнете Понимать Конкретно Что Надо Делать Чтобы Расти Развиваться И Развивать Других Людей Вот Три Года Мне Понадобилось Чтобы Начать Этот Бизнес Профессионально Да Могут Быть Какие Результаты Но Я Просто К тому Чтобы Если Кто-то Смотрит Наш Эфир Если У вас Полгода Год Два Что-то Не Получается Перестаньте Думать Что Вы Какой-то Не Такой Или Не Действует А не Получается У тех Кто Сдаётся Вот У них Сто Процентов Не Получится Вот Вам Понадобилось Три Года Да И Говорят Что Люди Иногда Готовы Ходить Сорок Лет На Работу Да Но Не Готовы Потерпить Год Два Три Чтобы Получать Хороший Доход По Поводу Медиков Вы Хороший Пример Привели Медики Мне Кажется Учатся Всегда Пол Жизни Это Точно Потому Что Чтобы Нарошим Врачом Это Необходимо Очень Очень Много Учиться Тем Более Сейчас В наше Время Это Это Факт Почему От Этого Бизнеса Ждут Очень Быстрых Результатов Если Мы Открыли Обычный Магазин Они Понимали Что Нужно Время Много Время В любом Бизнесе Необходимо Время Ошибку Хотите Я Мы Рассказываем Что Это Свободный Бизнес Кто Без Начальников Без Будильников И так Далее Ошибка Наша Когда Мы Рассказываем Про Возможности Свободный Бизнес У нас Только Для Потребителей Как Только Вы Начинаете Строить Свою Сеть Как Только Вы Даже Одного Человека Пригласили Для Вас Он Уже Не Свободный Он Уже Ответственный Вы Уже Взяли Ответственность За Свой Бизнес За Бизнес Этого Человека Потому Что Вы Ему Рассказали Что Ты Будешь Получать Хороший Доход Да Для Этого Необходимо Время Я Всегда Говорю Что Чтобы Родился Ребенок Необходимо Ждать Девять Месяцев Даже Если Девять Женщин Мы Соберем За Месяц Ребенок Не Родится Правильно Это Шикарный Пример Когда Мы Учились В школе Но Мы Все Равно Замулюемся Чернилами Испачкаемся Но Мы Все Равно Это Делаем Когда Учились Ходить Что Прям Родился Ребенок И он Побежал Сразу Всему Свое Время Просто Необходимо Как Антон Говорит Это Терпение И Упорство Это Очень Важно И Непоколебимая Цель Цель Которая Вас Приведет Именно К Результату Но При Этом Важные Действия Очень Много Людей Которые Да Я Цель Я Уже Думаю Я Все Я Через Месяц Буду Золотым Директом Есть Некоторые В Эйфории Находите Такой Потому Что Они Не Понимают Бизнеса Потому Что Им Наставник Не Объяснил Что Есть Время Есть Квалификационный Период Есть Моменты Такие И Вот Они В Эйфории Ходят Потом Они Быстро Не Получают Результат И Получается Очаровались И тут же Разочаровались Поэтому Не Очаровывайтесь Просто Делайте И Все Будет Отлично Подберлечь Да Это Сто Процентов Вот У меня Еще Вопрос Родился По Поводу Того Что Вы Сейчас Сказали Что Когда Человек Делает Традиционный Бизнес Он Как Бы Не Ждет Быстрых Результатов Вот Он Уже Знает Что Нельзя Все Таки Он Вложил Деньги И Он Понимает Что Они Должны Должно Пройти Время Чтобы Инвестиции Отбились А Вот Вы Как Считаете Для Вас Что Лучше Сетевой Или Традиционный У Вас Опыт И тот И тот Есть Я Вам Скажу Преимущество Большое Какое Я Вчера Тоже Об Этому Разговаривал Знаете Если Хотите Быть Инвестором В традиционном Бизнесе Не Самим Этим Заниматься А Просто Стать Инвестором Качать Необходимо В сетевой Потому Что Сетевой Это Нефтяная Скважина Такая С которой Можно Не Вкладывая Больших Денег Как Традиционном И У Кого Нет Денег Вложить Большие В Традиционные Чтобы Потому Что Сейчас Важно Качественный Бизнес Профессиональный Красивый Чтобы Он Был Чтобы Люди Приходили И сказали Вау Вот Это Сейчас Люди Ищут А Чтобы Было Вау Нужно Денюж А Если Их Нет Приходите В сетевой Качайте И И Исполняйте Все Мечты Потом Все Будет Очень Хорошо И Качайте Деньги Сетевого Станьте Инвестором И Открывайте Кто-то Свою Школу Стилистов Кто-то Откроет Салоны Кто-то Открывает Кафе Кто-то Делает Сеть Кафе Кто-то У всех Разные Есть Даже Детские Мечты Вот Их Можно Исполнить Находясь В сетевом Бизнесе Шикарно И В традиционном Бизнесе Заработок Ограничен Потому Что Если Мы Находимся Такой Понимаете Ограниченный Доход Получаем А когда У вас Есть Сеть Как Говорил Роберт Киосаки Богатые Люди Строят Сети Все Остальные Ищут Работу Это 100% Да Да Именно Поэтому Сети Сейчас И Настолько Ну вот Как по Мне Все Больше И Больше Людей За Последнее Время Понимает Что Сетевой Бизнес Это Реально Классная Возможность Вот Даже Я Встречаю Сейчас Тех Кто Три Года Назад Кому Я Предлагал Бизнес Они Были Скептики Это Знакомые Какие То И Теперь Они Сами Мне Задают Вопросы А как Твой Сетевой Дневник Девушку Говорит А я Хотела Попробовать Все Таким И Все Еще Федерик Я Три Года Назад Рассказывал Понимаете Человек Бывает Созревает Долго Наша Задача Тоже Как Я Понял Все Таким Немножечко Зернышки Семена Созревания И Они Можут Несколько Лет Зреть 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 Человек Где-то Следит За Вами Социальные Сети Это Это Ваше Лицо Инстаграм Ютуб Это То Что Вы Транслируете Люди Смотрят Да Люди Смотрят Они За Вами Наблюдают Просто Я Как Сетевик Знаете 21 века Я За То Чтобы Человек Был 50 на 50 Профессионалом Ну Скажем Так 50% Онлайн 50 Оффлайн Потому Что Я Знаю Чисто Оффлайн Чиков Я Знаю Чисто Онлайн Чиков Можно Чисто И онлайн Зарабатывать Можно Чисто И офлайн Зарабатывать Но В идеале Вот В идеале Хорошо Уметь И то И то Делать Ну Как По мне Как Птица С двумя Крыльями Да 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 Вот И Люди Созревают Люди Созревают Сами Потом Обращаются Сами Пишут И мы Потом Уже Ведем Этих Людей Ну А там Как Другие Истории Что Еще Я для Себя Недавно Представлял Вот Знаете Такая Вещь Когда Мы Кому-то Не Сказали О наших Возможностях Вот Да У меня Просто Визуализация Хорошо Работает И вот Есть Какой-то Человек И у Этого Человека Возможно Есть И Женщины Знакомые И Мужчины Знакомые И Просто Люди Вы же Знаете Да Все Мы знаем Что Лидеры Приходят Из глубины Через Людей И просто Не сказав Человеку Недоброго слова Не дав каталог Не просто Рассказав О возможности Нашего бизнеса Мы по сути Можем просто Отрезать Вот эту Огромную ветку Которая Могла бы вырасти Это я к чему Говорю Это вот я Новичкам Говорю К тому Чтобы Не сомневались В вашем Предложении Просто Наша задача Рассказывать Всем А кто Захочет Среагирует Сразу Кто не захочет Среагирует Потом Но Очень грустно Видеть Потом Своих знакомых Чужих структурах Вот это Очень грустно Потому что Вы Подумали Что человеку Не надо И не сказали Ничего За него Решили Да За него Решили За него Решили Да Вы знаете Антон Есть момент Такой Почему еще Люди Приходят Позже Может Им сейчас По каким-то Жизненным Обстоятельствам Не до этого Действительно Может Она там Уже Вот Перез месяц Должна Ребенка Родить Или там Свадьба Понимаете Все мозги Там И тут Мы приходим С этим Предложением Конечно Она скажет Не могу Я Всегда говорю Четыре раза Даем информацию По закону Психологии На четвертый раз Человек Созревает И говорит А почему бы Не начать Ну что Это же Никакого риска Абсолютно Поэтому нам Необходимо Просто Быть настойчивым Но не навязчивым В позиции Дающего Но не просящего Потрясающе Запишите Я сейчас Сам себе Запишу Это Золотые слова Я потом Пересмотрю И запишу Ну Руслан У меня Последний вопрос Последний Уже на сегодня Я так думаю Мы уже Почти час Общаемся Сейчас эфир Скоро закончится Я думаю Кто-то для себя Уже что-то важное Подчеркнул И Новички И как Не новички Что все-таки Нужно делать Абсолютно Любому человеку Чтобы Стать таким же Успешным Как и вы Надо просто делать Я скажу Что необходимо В нашем бизнесе Это основной двигатель Это рекрутинг Основной двигатель Быть инициативным Лично самим Не ждать наставника А проявлять инициативу Я сейчас нахожусь На таком уровне Я всем говорю Я работаю с теми людьми Кто мне звонит Я работаю с теми людьми Кто сам меня ищет Понимаете Потому что нереально Мы Не солнце Мы не можем всех обогреть И Например Даже сейчас Я вам скажу Если над вами Над новичками Кем-то Подсмеиваются Я вам скажу На мой результат На то Что я сейчас Добился в этом бизнесе Находятся всегда люди Которые будут смеяться Дай бог им здоровья Успехов Во всех Сферах Я всегда же говорю Пусть смеется тот Кто стоит на остановке Когда я ездил на Запорожье Необходимо нас рекрутировать Необходимо постоянно Развиваться Потому что В наше время Невозможно Не учиться Не развиваться Не читать По поводу окружения Это очень важно Посмотрите Кто ваше окружение Выберите пять человек С кем вы каждый день Контактируете И посмотрите Эти люди Приведут вас К вашей цели Или это те Которые над вами Посмеиваются Посмотрите На своего наставника У вас Их есть Несколько В отличие от традиционного И другого Наемного бизнеса Вы здесь можете Выбрать себе Наставника С кем вам Комфортно работать Если кто-то Стесняется Например Мужчин Он может всегда Выбрать Девушку Наставником Высшестоящего Это тоже Очень Я считаю Тоже преимущество Есть мужчины Наоборот Которые стесняются Обратиться К девушке Наставник Они находят Меня У меня До большой глубины Есть мужчины С кем я контактирую Но они Им неудобно Где-то Некомфортно Общаться С девушкой Я их понимаю Поэтому Это тоже Очень Немаловажный Момент Всем своим Мужьям И близким Людям Скажите Пожалуйста Просто не мешайте Мне Поддержите Меня Хотя бы Морально А потом Я покажу Результат И мы с вами Поговорим Я думаю Что будет Результат Однозначный Не бывает Так Кто Ну Результата Нету Только у того Кто ничего Не делает Если делает Человек Который В процессе В бизнес Процессе Находится Вот Хоть что Говорите Не будет Такого Что он Не получит Результат Вот Не будет Рано или поздно У каждого Своя скорость Но он его Все равно Получит Точно И старайтесь Даже не старайтесь А поставьте Цель Попасть В четвертый Квадрант Инвестора Качайте Нефтяную Скважину С сетевого Бизнеса С нашего С сетевого С нашей Качайте Делайте Несколько Проектов Делайте Разные Проекты И пусть У вас Будет Много И нескольких Источников Дохода Отлично Руслан Дорогой Огромное Вам спасибо За этот Прямой Эфир Я думаю Что есть Каждому Есть О чем Подумать Да И Потому что Ну Золотые Фразы Золотые Слова Надо Работать Надо Ставить Огромные Цели Надо Просто Двигаться Вперед И Обязательно У всех Все получится Вот Рынок Огромный Тем более Сейчас Гарантированно Получится Да Рынок Огромный Тем более Сейчас Запускается Новый Продукт Который Открывает Для нас Новые Горизонты Есть Куда Работать Есть Куда Расти Есть Огромное Количество Стран Вот И Самое Главное Не важно Быть первым Важно Быть Лучшим Да Очень важно И У нас Это Возможно И Реально Все Дорогой Руслан Огромное Вам Спасибо За Эфир Благодарю Вас тоже Безграничник Все Кто Пришли В эфир Кто Еще Будет Смотреть Я Вам Желаю Успехов Еще Больше Обращайтесь В личку К Антону В личку Ко мне Я думаю Что мы Всегда Ответим На ваши Вопросы Несмотря В какой Вы структуре Несмотря В какой Вы Компании Те Кто Еще Размышляет Про Другие Компании Обратитесь К Антону Он Вам Расскажет Где Хорошо Жить Это Точно Я Обнимаю Вас Крепко Антон Жду Гости В Крым Огромный Привет Алене Деток Поцелуйте Я Всем Желаю Вам Знаете Как я Говорю Размножайтесь И в жизни И в бизнесе Шикарное Пожелание Будем Придерживаться Будем Придерживаться Спасибо Большое Спасибо Всем Огромного Счастья Любви Здоровья Вам И Вашим Близким Еще Больше Благодарю Антон Спасибо До встречи До встречи Обязательно Приедем В Крым Этим Летом 100% Я Жду Вы же Знаете Все Всем Друзья Пока Пока Всем Спасибо Всего Доброго Пока Пока Продолжение следует